Майк Тайсон, американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. За силу удара и агрессивное поведение на ринге его прозвали боксером-убийцей. Он один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. За свою боксерскую карьеру Тайсон заработал приличное состояние и мог бы стать одним из самых богатых спортсменов в мире. В этом видео мы расскажем, как живет Майк Тайсон и что случилось с его миллионами. Майкл Джерард Тайсон родился 30 июня 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк. Его биологический отец был таксист Персел Тайсон, но он бросил семью, когда сын еще не родился. На тот момент его мать, Лорна Мэй Смит, работала девушкой по вызову и воспитывала двоих детей, сына Родни и дочь Денис. Своим отцом наш герой считал Джимми Киркпатрика, местного сутенера, который прожил с Лорной меньше года и бросил ее вскоре после рождения Майкла. О том, что Джимми не является его родным отцом, Тайсон узнал только в 38 лет. Однако в детстве будущий боксер гордился тем, кем был его названный отец. Ведь мальчик рос в криминальном районе, где такая профессия считалась крутой. В раннем детстве Тайсон был очень ранимым. Его обижали ровесники, дворовые мальчишки и даже старший брат. Он не мог постоять за себя и часто страдал из-за этого, приходя домой с синяками и без карманных денег. Единственной отдушиной и увлечением были голуби, которых разводил Майк. И если за себя маленький Тайсон постоять не мог, то за своих голубей заступиться сумел. Это случилось после ужасного случая, когда на глазах Майка дворовый хулиган оторвал голову одной из его птиц. Мальчик пришел в такую ярость, что поколотил обидчика и сумел заставить уважать себя всех окружающих. С этого момента Майк пользовался уважением среди местных малолетних бандитов, которые приняли его в свою компанию и научили лазить по карманам, воровать и грабить магазины. Забавно, что даже начав криминальную жизнь, Тайсон не забывал о любимых птицах. В 10 лет он ограбил дом и все деньги потратил на корм для голубей. Преступная деятельность не могла остаться безнаказанной. К 13 годам Тайсон был арестован 38 раз, после чего его отправили в исправительное учреждение для малолетних правонарушителей. В этом спецучреждении у Тайсона появилось желание стать боксером. Все произошло случайно. Исправительную школу однажды посетил боксер Мохаммед Али. Беседа с этим человеком очень впечатлила подростка, он впервые задумался о карьере спортсмена. Он понял, что в нем живет воля к победе, ведь уже в то время Майк выходил победителем из любой потасовки. О своем намерении Майк рассказал учителю физкультуры Бобби Стюарту, бывшему боксеру. Но тот поставил парню условие, что будет его тренировать только если Тайсон возьмется за учебу и не будет нарушать дисциплину. Желание научиться боксировать было так велико, что юноша безропотно согласился с этими требованиями. Через некоторое время он стал самым успешным учеником Стюарта. Когда ученик перерос учителя, Стюарт отправил его для тренировок к другому боксеру, знаменитому Кассу Дамота. А когда у Тайсона скончалась мать, новый тренер оформил опекунство над талантливым юношей, правильнее сказать, Касс стал настоящим отцом для Тайсона. Уже в 15 лет Тайсон начал свою спортивную карьеру. Он дебютировал в Нью-Йоркском клубе, где молодого спортсмена сразу же прозвали танком. И юный боксер отличался таким напором, перед которым могли устоять лишь единицы. В 1981 году Майк заработал свой первый титул, подросток стал чемпионом юношеских олимпийских турниров. Тайсон повторил свой успех в следующем году, а затем получил золотые медали в 1983 и 1984 годах в рамках национальных чемпионатов. Весной 1985 года Тайсон дебютировал на профессиональном ринге. В этот год спортсмен поучаствовал в 15 боях, одержав победу нокаутами. За первые бои Майк зарабатывал от 500 до 1000 долларов, затем его гонорары увеличились до 30 тысяч долларов. В ноябре 1985 года случилось несчастье, от воспаления легких умер 77-летний Касс Дамото. Для спортсмена это была огромная потеря, ведь он любил тренера, как родного отца. Взлет к славе произошел в 1986 году после успешных боев против таких сильных соперников, как Майк Джеймсон, Стив Зоуски, Джеймс Тиллис, Реджи Гросс, а также Митч Грин, который после боя с Тайсоном вообще не выходил на ринг 7 лет. В тот период спортсмен зарабатывал около 250 тысяч долларов за бой. Популярность Майку принесла схватка с самым перспективным на тот моментом бойцом Марвисом Фрейзером, у которого на тот момент было лишь одно поражение. В первом же раунде Тайсон отправил противника в тяжелый нокаут. За этот бой боксер заработал 450 тысяч долларов. В ноябре 1987 спортсмен одержал победу в схватке против чемпиона мира Тревора Бербика, что принесло Тайсона полтора миллиона долларов и титул самого молодого чемпиона в тяжелом весе. Более того, Майк установил в этой схватке рекорд, заставив соперника трижды упасть и подняться. В 1988 году Тайсон защитил звание абсолютного чемпиона, встретившись на ринге с всемирно известным Ларри Холмсом, который впервые проиграл техническим нокаутом. За поединок Майк заработал 5 миллионов долларов. Также он одержал победу над Тони Тапсом, получив 10 миллионов долларов, и над Майклом Спинксом, которого нокаутировал в первом же раунде, завоевав титул чемпиона мира по версии The Ring. В этом бою Тайсон установил рекорд, заработав 22 миллиона долларов, что на тот момент являлось самым большим гонораром в истории бокса за самое короткое время – 91 секунду. В 1988 году Железный Майк, испытавший приступ звездной болезни, уволил тренера и менеджеров. Его все чаще замечали в барах. Через два года спортсмен поплатился за свое легкомыслие. Он вышел на ринг с Джеймсом Бастером Дугласом и проиграл этому спортсмену. После боя боксер решил лечь в клинику для лечения. После лечения он одержал победы над Генри Тилменом, Алексом Стюартом и две над Донованом Раддеком. В 1991 году Майк был обвинен в изнасиловании 18-летней участницы конкурса красоты Дезерия Вашингтон. Он был осужден на шесть лет, но через три года был отпущен на свободу под залог. На ринг бойцу было суждено вернуться только в 1995, и этот момент СМИ окрестили событием года. После выхода из тюрьмы стиль боксера значительно изменился, что принесло спортсмену немало побед, денег и титул трехкратного чемпиона мира. Летом 1997 года состоялся знаменитый бой боксера против Эвандера Холифилда, в ходе которого Тайсон откусил противнику часть правого уха. Схватка закончилась потасовкой, Майк был лишен боксерской лицензии и выплатил штраф в 3 миллиона долларов. На ринг Майк вернулся в 1999, однако, по мнению критиков, это был уже не тот Тайсон. Кроме того, у бойца начались проблемы с ожирением, наркотиками и опять же с законом. Впоследствии Майк признался, что часто использовал чужие анализы мочи, чтобы пройти допинг-тесты перед боями. В 2002 году состоялся самый кассовый бой против британского боксера Ленокса Льюиса, который отправил Майка в нокаут. Боксеры за этот поединок получили по 35 миллионов долларов. В 2003-м Майк нокаутировал в первом раунде Клиффорда Этьена, заработав 5 миллионов долларов. После этой победы боксер сделал свою знаменитую татуировку на лице. В 2004 году Майк потерпел поражение в бою против Дэнни Уильямса. Впрочем, и следующий поединок против Кевина Макбрайда в 2005 году завершился проигрышем, в шестом раунде обессиленный Тайсон отказался от продолжения боя. В результате Макбрайду была засчитана победа техническим нокаутом. За два последних поединка боксер заработал 13 миллионов долларов, после чего объявил о завершении карьеры. После этого было еще несколько показательных боев с участием нашего героя. Личная жизнь Майка Тайсона такая же бурная, как и его карьера. Известно, что в один момент молодой боксер встречался с юной моделью Наоми Кэмпбелл. Первой супругой спортсмена была актриса Робин Гивенс. Они поженились в 1988 году, но этот брак продлился только год. В 1997 году Тайсон женился во второй раз. Его женой стала Моника Тернер, работавшая педиатром. Вместе супруги прожили 6 лет. В этом браке родились дочь Райана и сын Амир. В 2003 Моника заявила, что разводится с Майком, мотивировав свое решение изменой супруга. Женщина не ошиблась, еще в 2002 любовница Тайсона родила ему сына Мигеля Леона. После развода боксер начал жить с возлюбленной, которая в 2005 родила ему дочь Эксодус. Девочка трагически погибла, когда ей исполнилось 4 года. В июне 2009 чемпион женился снова. Третьей его женой оказалась 32-летняя Лакия Спайсер. У супругов родились сын Марокко и дочь Милан. За годы своей карьеры Майк активно снимался в кино и сериалах. В общей сложности Майк снялся более чем в пяти десятках фильмов и сериалов. Он появлялся в различных шоу и на мероприятиях, зарабатывая в среднем по 75 тысяч за выступление. Также он заключил множество рекламных контрактов с такими брендами, как Pepsi, Kodak, Toyota, Nintendo и прочими другими. Известно, что бывший боксер на легальных правах владеет марихуановым ранчо. Сейчас Майк Тайсон остается верен своей не идеальной, но яркой репутации. Весной 2022 года стало известно, что спортсмен начал производство и продажу мармеладных конфет Майк Байтс в форме уха с откушенным кусочком. За свою карьеру Тайсон заработал более 400 миллионов долларов. Однако его реальное состояние оценивается в 10 миллионов долларов. Ведь в 2003 году его финансовое положение было настолько плачевным, что Майк с долгом в 23 миллиона долларов был вынужден объявить о банкротстве. Такая ситуация произошла из-за того, что Тайсон тратил деньги на любовниц, выпивку и запрещенные вещества. Также много денег ушло на два развода, содержание восьми детей и зарплату адвокатам, которые постоянно вытягивали его с неприятностей. Сейчас Тайсон вместе со своей семьей проживает в Хендерсоне, штат Невада. В 2016 году он купил там особняк почти за 3 миллиона долларов. На протяжении карьеры нашего героя неоднократно называли лучшим боксером года, а за свои достижения он был включен в международный зал боксерской славы. А нравится ли вам Майк Тайсон? Субтитры создавал DimaTorzok